Я приветствую всех любителей парфюмерии на своем канале. Меня зовут Инна, и сегодня речь пойдет про один очень интересный нишевый парфюмерный дом, который родом из Барселоны, наверное, вы уже догадались, называется этот дом Карнер Барселона. Знаете, расскажу вам про представителей бренда, который есть у меня, расскажу, что слышала, что пробовала, что хочу. В общем, давайте начинать. Это тот самый бренд, который, в принципе, стоит изучать с истоков. То есть здесь, на мой интерес, мне было очень важно узнать, потому что очень интересные парфюмы. Историю создания марки, философию марки, коротко, буквально коротко, чтобы тоже вы понимали всю глубину, как я чувствую этот парфюмерный дом, эти парфюмы. Создателем бренда является Сара Карнер. Конечно же, она живет в Барселоне, в Испании. Она принадлежит к семье, старинной семье, которые как бы из поколения в поколение занимались кожейничеством. Ну, а Сара Карнер училась, уже как современная, понятная девушка, училась в Нью-Йорке, получила образование хорошее. И, вы знаете, ее как бы бизнес-хватка плюс креативное видение, как бы вообще своего видения жизни и послужили тем ключом успеха к созданию этой марки. Сара Карнер сотрудничала и сотрудничает с именитейшими парфюмерами, которые только как бы возможно выбрать из парфюмерного мира. И она создает ароматы, как говорит Сара Карнер, она говорит, что я создаю ароматы, не только которые имеют какое-то свое парфюмерное звучание, а именно философия марка такая, что я, говорит Сара, создаю именно ароматы, которые бы возвращали вас какие-то воспоминания, навеивали вам какие-то эмоции. То есть, знаете, такие ароматы истории. И это интересный подход, действительно, философия марки, безусловно, прослеживается в творениях этого бренда. Вот давайте сначала расскажу вам про свою историю знакомства с этим брендом. История знакомства состоялась, я покупала пробники, отливанты, так скажем, у нас. И вот продавец подарила мне, вот что значит дать попробовать, попробовать парфюм, угостить парфюмом. И я послушала первый аромат, который стал моим, как бы первым, моим коллекцией именно из этого бренда, Palo Santo. Красиво. У них, вы знаете, абсолютно одинаковые коробочки. У каждого, по крайней мере, с одной коллекцией, у меня Budi Collection, они все представлены в одинаковых коробках, в одинаковых бутылках. Разница лишь только в том, что разные коллекции имеют уже свои крышки. Ну, я сейчас рассказываю про Budi Collection. У меня Palo Santo. Я когда послушала этот парфюм, впервые я вот в подаренном пробничке, я просто была потрясена. Это действительно аромат, картинка. Я когда, во-первых, такого я никогда не слышала. Многие твердят о какой-то вторичности марки. И, ну, я не сказала бы, за исключение там одного, так скажем, аромата, о котором я расскажу позже. Я когда послушала этот парфюм, я поняла, что мне срочно, срочно нужен целый флакон. Потрясающий аромат атмосферы. Что в этом аромате? Этот аромат, как бы, знаете, парфюм, который посвящен дереву Бакут, специально выписала, который является как бы священным. Это оберег женщины, чтобы они вышли замуж. Ну, интересная история, конечно же. Но, тем не менее, в Palo Santo потрясающие ноты, знаете, такие соединены именно гурманские и древесные. Чем же пахнет этот аромат? Дерево Гуаяк. Если не слушали Дерево Гуаяк, вы не имеете представления, как он пахнет, по-другому могу описать этот аромат. То есть, это такая древесина, когда вы заходите в лес, при том лиственный, уже осенний, но он еще теплый. И вот такое, вы знаете, немножко уже настроение осени. Кстати, осень, прекрасен этот аромат. Настроение осени. И вот так пахнет, знаете, соединение листвы, коры дерева, дерево именно лиственного. И это древесина, вот Гуаяковое дерево, или уже можно представить дерево, дерево, которое лиственного, именно происхождения. Вот, дерево лиственное. И оно пропитано ромом. Потрясающе. Притом ромом шоколадным. У меня, кстати, в Инстаграме есть интересная композиция. Я прям сфотографировала ее. Специально подобрала такие компоненты, которые бы олицетворяли, вот показывали именно настроение от аромата. У нас был ром. И, знаете, сам Бог велел сделать такую фотосессию. Ром именно с шоколадными отливами. Здесь деревесина, пропитанная ромом. И сверху, знаете, как будто пролито такое молоко. Молочные ноты. И, знаете, больше, конечно, чувствуется такое, как сгущенное молоко. Здесь есть в составе ветивер и сандал. Слышу я еще в этом аромате, вот, древесина, палитая ромом, молоко сгущенное, сладость молочного сандала. Потом это очень. Одна нота оттеняет другой. Он настолько играющий, он настолько потрясающе звучит. Такой объемный. Он и сладкий, но не слепательный. Эта гурманика такая изысканная. Это не те молочные или, там, скажем так, сгущенное молоко. Ноты, как, допустим, ну, с чем сравнить, допустим, как к контуару, сут пассифик. Нет-нет-нет, это совершенно другое, другое сгущенное молоко, которое основано именно на классной, интересной древесине. Ветивер здесь, вы знаете, очень тонкой линией идет. Он не опускает этот парфюм, конечно же, в сторону мужскую. Нет-нет-нет. Но, тем не менее, он является омисексом. Безусловно, я это слышу потрясающе. Ну, так, я на это ношу этот парфюм. А я люблю, знаете, более-таки, если я люблю на себе более женственные парфюмы, то этот аромат я просто, ну, просто обожаю. Он действительно такой женственный, мягкий, приятный, загадочный, гурманский, как я люблю. Но, тем не менее, с оттенками дерева, древесины, рома, сразу опережу, как бы, если вопросы. Да, на мужчинах я тоже вижу этот аромат. Будет просто шикарно. Если я такой шлейф услышу, вот, от мужчины, это звучит очень статусно, очень дорого. Уж простите меня за такие, знаете, штампы. Ну, вот, возьмите только положительные из этих слов. Вот именно так, дорого, интересно, эксклюзивно, как-то необычно, не масс-март какие-то вские. То есть, без вот этих мыльно-рыльных нот. То есть, ну, действительно, аромат невозможной красоты. Древесина. Еще слышу, знаете, что здесь? Ореховые ноты. Знаете, как орех, кожура, возможно, вот эта корочка ореха, именно фундук. Вот ореховость тоже здесь присутствует. В общем, потрясающий, гурманский, невозможный красоты аромат, который я просто обожаю. По поводу времени года и носки этого аромата. Ведь марка, ведь она южная. И я заметила уже в своей практике, что я этот аромат пожила. А если у меня есть такое настроение, его слышат на себе, я могу одеть даже летом. Вот я там, кстати, получила комплимент, я села в такси, и водитель говорит мне, что, боже мой, девушка, у вас такой интересный, необычный. Он сказал, дорогой аромат. Но водитель оказался, он мне пару фраз сказал, он говорит, я тоже люблю очень парфюмерию, у меня там много парфюмов. Я уже не узнавала, какие. Но сам факт, что он действительно звучит необычно, интересно. Ну, дорого, назовем это так, знаете, как в слепых затестах. Дорого ли, ешевак. Очень интересный запах, достойный, классный аромат. Люблю его очень сильно. Летом нормально, если у вас есть настроение, у меня было настроение, носила летом ни одна нота, ни души. Даже несмотря на то, что здесь очень сладкий. Да, он сладкий, но эта сладость, она не слепательная. Ничего не слепается абсолютно, когда этот парфюм я на себе ношу. Потому что действительно и ветивер какую-то такую свежинку пускает, интересную такую, плюс гуаяк, такую глубину дают. Ароматы, картинка. Вот то, что Сара Карнер и обещала, что эти ароматы будут атмосферные, запоминающиеся. Это аромат, картинка, когда вы в загородном доме. Вот знаете, камин, который сделан, выложен камнем, поленья трещат у вас в каменной топке. И вы, возможно, ром стоит, даже просто вот этот запах рома шоколадного доносица. Возможно, десерт тирамису стоит. Вот это все атмосферное, это картинка этого невозможной красоты и аромат. Эта гурманика потрясающая. Для мужчин, безусловно, я вижу этот аромат, если, конечно же, мужчины приемлят в своих парфюмах древесных, ну, более сладкие оттенки. Возможно, мужская кожа, конечно же, будет вытягивать с этого аромата. Возможно, больше сандала. Вот такой молочный здесь потрясающий. Возможно, больше сандала, ветивера, боякового дерева. Возможно, на мужской коже он заиграет более такими брутальными и мужественными такими гранями. Но и девушкам, и мужчинам, конечно же, этот аромат просто картина. Картина потрясающая. А когда наступает холода, например, осень, когда уже такая промозглая погода, и зимой я просто, просто безумно от этого аромата. Пару слов про стойкость и про диффузность. Про арома, какой он создает ауру. Вот именно ауру. Этот парфюм, отстоявшись у меня, когда я только купила две недели, он пришел в себя и показал всю роскошь. Весь такой, значит, он и громкий, при этом интеллигентный. Я слышу его целый день. Мне не нужно обновлять этот парфюм. Если это попадает на какой-то шерстяной свитер или на какое-то изделие из натуральных тканей, это держится просто. Он просто мягчает. Ну, ноты здесь играют. То есть, аромат такой, очень переливчатый, мягкий, округлый, красивый аромат. Стойкость весь день. Шлейф у него, я бы сказала, умеренный, интеллигентно умеренный. Я сейчас склонна к тому, чтобы мои парфюмы были более такими приемлемыми. По, знаете, как, ну, по своей диффузности с окружающим миром. Чтобы, ну, не хочу никого сейчас сбивать на повал, никаким огромным шлейфом. Хочется более такой камерности, знаете, в своем, как бы, в своем мире от себя получать удовольствие. Но то, что он, безусловно, диффузный. Вот, человек услышал совершенно посторонний, как бы, он комплиментарный. Ну, очень мне нравится. Зимой это особенно. Это такой плед, это какой-то такой десерт потрясающий. Древесина. В общем, картину маслом я вам описала. Потрясающий аромат. Люблю его очень сильно. И, ну, не знаю, у меня 50 миллилитров, конечно же, если закончится, однозначно я буду. Он должен у меня быть в коллекции всегда. Следующий парфюм. Я недавно делала на него распаковку. Это Эльборн. Вот, смотрите. Абсолютно идентичные у нас коробки. Только здесь Паласанта написано, а здесь Эльборн. Эльборн тоже у нас из Ууди коллекшн, древесной коллекции. То же самое достаем из Пантагриса Пастамента. Вот, тоже оформление просто потрясающее. Мне очень нравится. Вы знаете, такое лаконичное, но ничего лишнего. Деревянная крышечка. Очень, очень мягко. Вот это тоже показатель, как крышка одевается. Здесь просто все, посмотрите, внутри все деревом сделано. Это лаконичная, красивая, ровно наклеенная этикетка. Просто услада для глаз, вот такого визуала. Очень красивый аромат. Что же из себя представляет парфюм Эльборн? Он, кстати, у нас 2014 года, а Паласанта выпущен в 2015 году. То есть это ранее выпущенный парфюм. То же самое. Вы знаете, с каждым парфюмом у меня какая-то своя история. Я с ним познакомилась, когда была в Одессе. И вот, послушав аромат, опять же, возвращаясь к истории марки, именно то и случилось, что он у меня настолько вызвал какую-то эмоцию. Вот это парфюмы, вызывающие эмоции. И вот привязанность какую-то. Я настолько... Вот целый год, год прошел с того момента, как я послушала этот парфюм Эльборн. И я о нем помню. Он у меня настолько... Он настолько необычный. Вот то же самое касается Паласанта. И это то же самое имеет вот Эльборн. Он необычный, запоминающийся. Знаете, это как человек яркий, которого вы раз увидите и не забудете никогда. Вот это Эльборн. Вот когда делали мы распаковку, Никита сказал, что здесь пахнет инжиром. И вот теперь я тоже слушаю эти инжирные ноты. Но инжир именно такой уже очень спелый. Не зеленый, не листья, а именно плод инжира, переспевший, переспевший, который вы разламываете. И вот именно даже не запах инжира, а вот уже медовость такая инжира. Тоже он так на грани такой медового запаха. Если вы... Ну, мы в Грузии пробовали такой инжир. Если вы пробовали, вы поймете, о чем я. Эльборн, конечно же, история такая, это посвящен району Барселоны, самому известному, самому, знаете, тусовочному месту, в котором ранее в средние века проводились рыцарские турниры. А сейчас это, конечно же, район, там, где расположены выставки, музеи, магазины, рестораны. Там собираются творческие личности. В общем, вся такая творческая элита Барселоны собирается в этом районе Эльборн. И этот аромат тоже является, вы знаете, таком олицетворением именно той атмосферы, на той улице, вернее, на том районе, где располагаются такие интересные, интересные, как бы, место такое интересное. И музей, и в ресторан можно пойти. И встретиться с друзьями творческими. Эльборн, что здесь? Здесь, конечно же, главная нота, такая, как я себе это себе услышу. Давайте обрызну Эльборн на себя. Ой, какая сказка. Действительно, он стартует, вы знаете, такой, немножечко такая есть кислиночка. Я не читала ноты, интересно, посмотрите. Слышу, говорю только то, что я слышу. Он такая кислота, какая-то потом янтарь проступает. Это ода мёду. Мёд здесь какой? Мне многие писали, ой, я мёд не люблю. Вы знаете, я тоже не всякий мёд люблю в парфюмерии. Мне нравятся более оттенки такого же тёмного, гречишного мёда. Здесь мёд, знаете, такой, который в сотах. То есть не слипательный такой, вот на вкус. Он имеет, как бы, на запах не вкус мёда, а именно запах, который можно вдохнуть из сот. Вот, он такой восковой, то есть здесь воск, соты, янтарь, такой, знаете, глаз тигра, янтарный очень запах. Ой, какой он классный, вот эта инжирная мякоть. Спасибо, Никите, теперь я её тоже слышу. И какая-то кислинка, то есть он очень объёмный. Вы знаете, это как взять янтарный камень, вот этот красивый такой, возможно, очень прозрачный, и взглянуть через него на солнце. Вот он какой-то очень солнечный. Солнечный, янтарный, медово-восковой. Он очень атмосферный. То, что он творит, вот я брызнула на себя, знаете, сзади волос намнесла, и я проснулась утром, и я не могу понять, в какой я потрясающе нахожу снеги. Он очень стойкий, так говорит об этом. И он потрясающе звучит от начала и до конца. Это какая-то была аура медовая, приятно. Знаете, как, ещё по поводу медовости, если вы слушали аромат Киллиан Back to Black, вот поймите только меня, вот правильно уловите, что медовость Back to Black похожа в Элленбор. Именно медовость, там тоже такой мёд, мне нравится, как и Back to Black. Это вообще разные ароматы, вы поймите правильно, я их не сравниваю, именно нотка медовости. Вот такой мёд какой-то, знаете, там просто он с табаком, а здесь этот мёд немножко с воском, восковые мотивы, сот. Вот это то, что я могу сказать. По поводу гендерной принадлежности, очень много вопросов. Я хочу вам сказать, это чистая вода, не секс. Я люблю, вы знаете, когда женщина пахнет более женственными парфюмами, а мужчина, соответственно, как бы, чтобы подчёркивало, возможно, брутальность. Ну, это вообще не касается к этому аромату. Это аромат счастья, золота, кайфа. Ну, это много эпитетов можно называть. Всего самого лучшего. Это он патри... Патри, я его ношу с удовольствием, ношу с удовольствием. Кстати, и летом, вот у нас ещё просто жарко, продолжается 35 градусов жары. Я спокойно нанесла на руку, могу прям вся подушиться этим парфюмом, и я буду прекрасно себя чувствовать, потому что это аромат природы. Вот серьёзно. Мёд, пожалуйста, выйдите на улицу, у нас ещё и пчёлы летают. То есть это природный аромат. А природный аромат, конечно же, носят и женщины, и мужчины. Это аромат, просто атмосфера. Я думаю, он потрясающе заиграет в осенних красках, когда пойдут, возможно, прохлады, у нас сейчас циклон на нас движется. Я думаю, он будет просто и согревать, и настроение поднимать. По поводу стойкости, я сказала, он очень стойкий. По поводу диффузности этой аромата. Они имеют более демократичную, скажем, ненаглое влияние на окружающих. Но ещё раз повторюсь, я считаю, это только положительный. Это будет сейчас для себя таким аспектом. Ой, потрясающий аромат. То есть, если мужчина будет пахнуть ароматом, давайте так я скажу, как я это вижу. Это будет очень необычно. Это будет то же самое, что полосанта. Но если полосанта для любителей, знаете, уже более гурманского направления, то это, конечно же, такой, ну, он посточный за счёт вот таких, знаете, янтарных каких-то таких мотивов. Вот как будто бы в янтарную комнату зашли. Ну, я думаю, это будет очень красиво звучать. Я вижу. Девчонки, то же самое. Я ношу. Ой, какой-то аромат. Очень потрясающий аромат. Вот. Рада очень. Знаете, как я ещё определяю парфюм? Это для самой себя. Смотрите, когда я покупаю аромат, и вот мысленно, допустим, отмотать время, да, купила ли бы я, вот вернуть как бы деньги, купила ли бы я его заново? Конечно. Вот это очень удачная моя покупка. Потрясающий аромат. И мне кажется, здесь есть какие-то такие молекулярные. Возможно, ну, не знаю, не написано в пирамиде Амброксана, Амброксановые ноты, но он даёт такой, знаете, волны такие. Вот именно Амброксан, я уже заметила в парфюмерии, даёт какой-то, вот он так цепляет. Вот ты не понимаешь, почему, а тебе нравится. Это моё личное предположение, но я так думаю. По крайней мере, явных не слышу, но мне кажется, он очень, ну, меня он впечатлил, очень нравится. Мне этот парфюм повторила бы, купила бы заново, однозначно. Очень мне он нравится. Ещё хочу вам рассказать про парфюм, который у меня находится в пробнике. Видите, сама так делаю и вам настоятельно рекомендую. Если вы сомневаетесь, конечно же, знакомиться с ароматом из пробников и составлять уже собственное мнение. Это парфюм Весос. Очень красиво сделан нам пробник. 1,7 мл достаточно для того, чтобы разносить и понять. Боже мой, я достаю этот пробник, конечно же, у меня здесь шлейф неимоверный. Бесос относится уже к флорал коллекции. И он аромат чистоты. Я хотела с ним знакомиться, потому что мне нравится Том Форд. Пюр Маск. Невозможный Пюр Маск. Том Форд красоты, ароматы. Такой мускус на мыло чистоты. Ой, это аромат чистоты и потрясающего акклёра. И по описаниям на фрагрантике я увидела, что их сравнили. Начало у них идентичное. Вот один в один. Дальше немножечко начинается уже развитие, как бы этого, развитие этой композиции. Немножко в разные стороны. Том Форд, он такой, знаете, более такой мускусный. Остает очень красивый парфюм. А этот уходит более в такую, знаете, более пудровые ноты здесь появляются. Более пудровые и белые цветы. Ой, звучит он потрясающе. По поводу стойкости. Стойкость неимоверна. Мне попало на платье, которое из натуральной ткани, хлопковое. Это не смываемо. И он перекрикивает. Он перекричит все парфюмы, которые, я не знаю, как я ищу назад, но, допустим, удовы. Он будет слышен. Сквозь всё будете слышать, я слышу только этот аромат. Соответственно, я вижу его и шлейфовым. То есть, ну как, если он перекрикивает все ароматы. Сегодня я забирала ребёнка со школы с этим ароматом. Чувствовала себя, знаете, как он даёт ощущение чистоты. Как будто ты только вышел из душа. Хотя, допустим, там жара в 35 или 40 градусов. Вот действительно, это аромат белая рубашка. Потрясающий красотый аромат. То есть, аромат банковского работника. Аромат медработник тоже так может пахнуть. Он очень стойкий. Я думаю, капельку, капельку его – это классно. Если я не такой парфюм мужчина. По поводу пудровых ароматов я сомневаюсь, что это пудровые ноты гармонично смотрятся на мужчине. Но, вот, серьёзно, прям промелькнула картинка в голове, что идёт молодой человек в белой рубашке. То есть, создаст эффект чистоты, накрахмаленности, выберенности. Мне он нравится гораздо больше, нежели аромат, скажите мне, боже мой, как он называется, Байретто Планш. Гораздо больше мне нравится этот парфюм. От начала до конца приятность звучания этого аромата. Белая чистая рубашка. Вы после душа. Я думаю, зимой это тоже будет, знаете, такая хрупкость снега, подчёркивать. Потрясающий парфюм. Я не покупаю себе флафон лишь потому, что у меня есть аналогичный по настроению аромат парфюм Мидельфорта, который называется 150. Тоже потрясающая пудра, вот такая. Но она более сладенькая, а здесь, знаете, она такая более кисленькая. Назовём это так, если по-простому. Ну, вот, такое у меня ощущение. Идеально белая рубашка. Аромат чистоты, наглаженности, накрахмаленности. Немножко из порошковой ноты. Но без противного. Вот только берите из моих слов положительный аспект аромат стерильности, чистоты, пудровости, порошковости. Приятно, приятно. Он классный, потрясающе сделан. По поводу, знаете, как бы, что есть подобные ароматы. Да, но я считаю, в любой марке должны быть такие ароматы. Ароматы чистоты, мускуса. Поэтому достойный представитель в этой марке. Коротко вам хочу рассказать то, что я пробовала из этой марки. Ну, конечно же, я не имею в коллекции, но своё мнение вам в двух словах скажу. Мне очень понравился парфюм из этой марки, который назывался D600. Я его нашла более мужским. Он такой более древесный, брутальный. Ну, очень, тоже очень интересно, если вы знакомы или вы имеете подход к этой марке. Особенно мужскому, как бы, отношу это зрителям, мужчинам. D600 мне очень понравился. Но за счёт, мне кажется, у него там был ветивер. И мне он, как бы, немножко переваливал, как бы, мужскую узору. Ну, очень красиво. И, конечно же, Куирс. Куирс у них тоже потрясающий. Это, да, вот тоже здесь как вторичный немножко аромат. Но вторичность здесь, на мой вкус, даже лучше звучит, чем оригинал Блэк Афгана Носомата. Куирс звучит потрясающе. Он более интеллигентно, не так мозга, знаете, прям шлейф не снесёт человека. Иногда сильный шлейф от Блэк Афгана. Иногда порой играет и не на пользу носителю. Вот, поэтому Куирс – потрясающая вот история на тему Носомата Блэк Афгана. Мне даже больше нравится, если честно. Вот такие были мои наблюдения. Ещё мне очень все советовали парфюм Тардес. Я его не пробовала, но скажу вам, я заказала себе пробник Тардес, потому что хочу послушать на себе эту миндальное печенье. И мне сказали, что мне очень подойдёт. Ну, будем проверять. Вот, Тардес, я так поняла, из отзывов относится, конечно же, больше он женственный. Ну, посмотрим. Вот такие были мои рассказы. Мои впечатления об этом интереснейшем парфюмерном доме испанском, картофельных Барселонах. Я, конечно же, прошу вас написать мне в комментариях, знакомы ли вы с этим брендом, с какими ароматами вы знакомы, что, возможно, вы мне посоветовали, что вы пробовали, да? Вообще, ваши впечатления, возможно, вопросы. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы этого ещё не сделали, чтобы не пропустить дальнейшие мои видео. А сейчас, между прочим, немножко погодя, я сниму распаковочку одного очень интересного парфюма, который очень я давно хотела, и там будет сравнение с другим ароматом. В общем, конечно же, подписывайтесь, чтобы не пропустить мои дальнейшие видео. Всем пока!